Дневной разворот Я немножко подготовился к сегодняшнему эфиру, вырезал самые заметные моменты, актуальные, если успеем, сегодня обязательно поставим. Ну а накануне, 1 февраля, Пресненский суд вынес приговор, собственно, бывшему губернатору Кировской области. Для меня это, честно, стало неожиданностью, потому что некоторые специалисты говорили о том, что 2 дня или 3 дня будет приговор зачитываться. И вот вчера, в 10-м уже часу вечера, с полудня, собственно, все это началось, судья огласила приговор. Но она быстро читала. Да, 8 лет строгого режима и штраф почти 50 миллионов рублей. 48 с копеечками. Изначально гособвинение просило 10 лет с торгача и 100 миллионов рублей штрафа. Естественно, мы не можем не обсудить это событие. Сегодня и с нами в студии Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. Ян Евгеньевич так довольно активно комментировал, как шел процесс на протяжении этих года и 7 с лишним месяцев, прошедших с момента задержания. И с нами наш главный редактор, Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Вот почти два года это все продолжалось, Ян Евгеньевич. Это много, мало? С этого вопроса хочу начать. Это немало, безусловно, безусловно, немало. Редкие процессы длятся несколько лет в этой части. Ну, это знаковая вещь. Обычно... Просто сравнивать с тем же с Улюкаевым, там намного все быстрее случилось. Дело Улюкаева было гораздо проще, на самом деле, чем дело Белых. И эпизод у Улюкаева был всего-навсего один. И состав свидетелей был поменьше, безусловно. В деле Никиты Юрьевича и иностранные граждане в качестве свидетелей допрашивались. Соответственно, сам по себе процесс рассмотрения дела в суде, в Пресненском, безусловно, занял больше времени, чем рассмотрение дела министра Улюкаева. Ну, Никита Юрьевич получил по минимуму, все-таки, по той статье, которая ему вменялась. Да, да, да. Не ниже низшего, но по нижней планке, собственно говоря. А, Ян Евгеньевич, а был шанс, что он получит ниже нижнего? Что для этого должно было еще случиться, чтобы он мог получить все-таки ниже восьми? Такая возможность теоретическая есть практически всегда. Суд может переквалифицировать деяния, признав его менее тяжким, менее опасным для общества по любой статье. Он может назначить наказание ниже низшего предела, исходя из гуманитарных соображений, состояния здоровья. Гуманных. Гуманных, то есть наличие детей на... Да, это все, вот вы сейчас перечисляете, смягчающие обстоятельства, которые, безусловно, судом в приговоре названы, им дана оценка, суд руководствовался именно ими же, но посчитал очевидно, что вот этой совокупности смягчающих обстоятельств недостаточно для того, чтобы назначить Никите Юрьевичу наказание ниже нижнего предела предусмотренного соответствующей нормой Уголовного кодекса. Вот, возможно, были какие-то еще отягчающие, я не читал, есть полностью приговор, к сожалению. Я не думаю, что там... Адвокат Андрей Грохотов, который был ровно час назад в эфире федерального эхо, он сказал, что приговор еще на руки не получили, там есть пять дней для того, чтобы бумаги были переданы. Слуха довольно сложно понять. А вот еще вопрос, а ужесточить наказание апелляционная инстанция может? Может. И там у нас до 15 лет. До 15 лет, да. То есть ведь обжаловать приговор может не только осужденное, обжаловать может и органы прокуратуры. Да, безусловно, причем прокуратура как раз говорит, что они собираются изучать сам по себе приговор, так как суд все-таки в данном деле частично отклонил требования прокуратуры и оправдал Никиту Юрьевичу по самому сомнительному эпизоду, по эпизоду 12-го года, о якобы передаче взятки Никиты Юрьевича от господина Ларийского через зампреда правительства Щерчкова. Когда якобы прям в здание правительства, собственно, эта сумма была принесена. Но здесь сразу, немножко забегая вперед, предположу, что единственным, наверное, основанием для оправдания Никиты Юрьевича явилась презумпция невиновности. Суд, скорее всего, посчитал, что одного лишь только слова Щерчкова против слова белых недостаточно для того, чтобы делать выводы какие-то о виновности человека. На мой взгляд, это очень правильно и очень разумно. Хотя, с точки зрения защиты, ну, может быть, было бы легче оспаривать приговор, который вынес Пресненский суд, если бы вот этого, простите, оправдания не было бы вовсе. Тогда можно было говорить о явной необъективности процесса и явной необъективности суда. А сейчас судья Васюченко, оправдав белых по этому эпизоду, ну, лишила его такой возможности. Накануне вот Светлана, да, наш главный редактор договаривалась о том, что мы сегодня будем набирать Москву, так по-простому выражаясь, да, Андрей Грохотов, адвокат Никиты Белых, мы сейчас до него дозвонились. Андрей Валерьевич ровно час назад был, повторюсь, в эфире «Федерального эха», мы подробно слушали, и, в общем-то, все понятно. Но у нас еще остались свои вопросы, мы сейчас их собираемся задать. Яну Вегеничу, как и более человеку подкованному, тоже предлагаю поучаствовать в нашей беседе с Андреем Валерьевичем. Андрей Валерьевич, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, да, мы приветствуем вас из Кировской студии, вас слышит, да, наш город. Простите за такой наивный вопрос, но все-таки ожидаемым был приговор или была все-таки надежда? Надежда была, конечно. А вы проговаривали? Мы готовы были ко всем вариантам, мы не исключали и этот вариант тоже. А вы лично проговаривали эти вещи с Никитой Юрьевичем? То есть он отдавал себе отчет, что приговор может быть и может быть настолько суровым? Конечно, мы проговаривали все варианты возможные, по крайней мере, которые я себе представил. Как сейчас психологическое состояние Никиты Юрьевича? С какими эмоциями он вчера воспринял этот приговор? Что читалось на его лице? Вы наблюдали за этим? Ну, я могу коротко сказать надежда. То есть, по крайней мере, я не могу назвать этот приговор успехом или победой какой-то. Восемь лет строгого режима по такому тяжкому обвинению. Но, по крайней мере, один эпизод, по одному эпизоду нас услышали. И у нас есть еще инстанции, в которых мы можем попытаться доказать именно свою позицию, убедить суд. Поэтому некая надежда у него появилась. Простите, гость нашей студии, да, Ян Чеботарев, это один из самых известных кировских юристов. И он у нас на протяжении всего процесса комментировал то, что происходит в суде. Пожалуйста, вот он тоже желает вам вопрос задать. Да, Андрей, коллега, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то замечания процессуального характера по ведению судом процесса? Как вы видите возможность дальнейшего оспаривания этого приговора? Есть ли у вас действительно претензии непосредственно к Васиченко в части объективности? Ну, вы знаете, что касается объективности, здесь, конечно, надо проводить подробный анализ самого приговора, текст, который мы пока не получили. Вы знаете, в течение пяти суток нам должны выдать копии. Поэтому объективность, обоснованность будем подробно расписывать. Там достаточно много различных обстоятельств. Что касается проведения самого процесса, да, то Никитей Юрьевич высказывался по этому поводу. Я могу подтвердить. Мы, наоборот, с благодарностью, в первую очередь, относительно того, как суд относился к вопросу здоровья белых. Вот достаточно уникальное мероприятие, связанное с проведением процесса в следственном изоляторе рядом с больницей. Все это было вызвано именно каким-то желанием суда учесть состояние здоровья. И действительно, там гораздо более реально для Никиты Юрьевича оказалось работать. А не стеснял ли суд во время рассмотрения данного дела, во время судебного следствия, вас в возможностях защиты? Ведь я же знаю, и все мы знаем о том, что далеко не все ваши ходатайства, которые представлялись важными и весьма интересными для объективного рассмотрения дела, судом удовлетворялись. Я опять-таки повторюсь, что касается ходатайств, отдельно выбирать какую-то нашу просьбу, связанную с тем или иным, и говорить о том, что суд поступил неправильно, необоснованно. Мне кажется, все это проще обсуждать в контексте уже правильности приговора. Я повторюсь, мы не согласны с приговором, внимательно почитаем все мотивировки, поскольку суд, надо отметить, что он дал некую, действительно, свою оценку всем доказательствам. Где-то даже, я бы сказал, по-новому взглянул на собранное доказательство. И, что важно отметить, не было вот тупого такого повторения обвинительного заключения, как у нас иногда встречается. Поэтому мы будем смотреть на те вопросы, на те ходатайства, которые мы заявляли, в совокупности со всем приговором. Конечно, часть, это однозначно, часть вопросов, в которых нам было отказано в ходе процесса, мы будем ставить вновь в апелляционные инстанции, обосновывать. И, конечно, будем указывать на то, что наши права были нарушены в ходе разбирательства. Андрей Валич, как дальше будут события развиваться? То есть, насколько мы понимаем, Никита Юрьевич сейчас возвращен в СИЗО. Сколько он будет там находиться? Что дальше будет происходить? Он возвращен в СИЗО, и точнее, в больницу. СИЗО «Натровская тишина». Дальше у нас, мы входим в стадию апелляции. Я полагаю, что, наверное, обвинение тоже будет обращаться с жалобой. По крайней мере, они настаивали на признании вины на обвинение в полном объеме. Однако, как известно, по одному из эпизодов Никита Юрьевич был оправдан. Поэтому сейчас мы ждем самого текста приговора. Мы будем просить, естественно, возможность ознакомиться, получить корпус с теми протоколами, которые мы еще не видели. Если будет со стороны обвинения, апелляционное представление, то предстоит ознакомление взаимных сторон через суд. То есть, нам должны представить эту жалобу. Прокурорам представят нашу жалобу. Большая работа, представьте. Да. В общем, это достаточно стандартные такие мероприятия, которые в конечном итоге приводят к тому, что суд направляет дело в мозговый суд, в судебную антологию по уголовным делам. Там в течение 30 суток суд должен рассмотреть. Андрей Валерьевич, а как далеко вы пойдете по инстанциям? И вот наступит ли такой момент, когда вы скажете, что все, уже все исчерпанные методы и механизмы, способы? Я не могу загадывать вперед. Я вам откровенно скажу. Мы концентрируемся на ближайших целях. Ближайших целей две. Это операционная инстанция. Максимально выступить там со всеми доводами, с необходимыми мотивировками. Будем к этому готовиться на этом конференции. Вторая важная задача, это все-таки, чтобы Никите Юрьевичу оказывалась медицинская помощь, адекватное ему состояние и тем проблемам, которые у него выявлены. Еще один вопрос. В данный момент он в больнице, да, это нас устраивает. Еще один вопрос. Очень многие задавали его себе. Почему Никита Юрьевич не обращается через своих адвокатов в суд по правам человека? Есть ли поводы сейчас туда обращаться? Рассматриваете ли вы это? Также после апелляции мы будем рассматривать все возможные варианты, в том числе этот. Спасибо. Спасибо за комментарии. Спасибо большое. Андрей Грохотов, адвокат Никиты Белых был с нами на связи из Москвы. У нас небольшой перерыв сейчас, да, и скоро продолжим. Никиту Белых приговорили к 8 годам строгого режима и штрафов почти 50 миллионов рублей. С нами в студии Ян Чеботарев, юрист и наш главный редактор Светлана Заньком. У нас есть опрос на сайте эхакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Как вы считаете? Вина Никиты Белых судом доказана, первый вариант? Вина Никиты Белых судом не доказана. Почти 70% на странице ВКонтакте говорят, что не доказана она, и 54% на сайте эхакирова.ру считают, что не доказана. Мы, кстати, тоже, наши слушатели, хотим с вами обсудить эти вопросы. 211-101. Что вы думаете по этому поводу? У нас есть телефонный звонок. Да. У нас слушатель, да? Да. Алло, добрый день. Ну, хотелось... А представьтесь, пожалуйста. Сейчас. Валерий, Котельнический район. Значит, хотелось бы, во-первых, и самого Никиту Юрьевича за твердость духа поблагодарить и поддержать. Грохотова Андрея Юрьевича за то, что он, по крайней мере, доказал, что он не вымогал взятки. Потому что за 7,5 лет, где он у нас был губернатором, мы все прочувствовали, что ни у кого, нигде он никогда не вымогал. Поэтому вот то, что они доказали вот этот момент, и то это уже великая победа. Ну, и хочется, чтобы он не сдался, да, не признавал никогда свою вину, потому что у него еще сыновья. И как останется в истории Никита Юрьевич, это прежде всего, вот это для его сыновей важно, для его будущего важно. И Светлане Занько, спасибо, что подняла на эту тему. Это смелость редакции, смелость главного редактора. Огромное спасибо, с удовольствием слушаем. Да, да, спасибо большое. Ну, у нас в редакции всегда, у нас нет ограничений по этому поводу и запретов. Мы никогда такие серьезные темы, конечно, не упускаем и не закрываем. Ну, спасибо, что вы нас слушаете. 211-101, вы тоже можете позвонить и высказаться. А вот, Елена Евгеньевич, непризнание белых вины все-таки, это как сказалось? Да я думаю, что как раз то обстоятельство, что Никита Юрьевич не признал себя мгновенно виновным, сказалось безусловно положительно. Почему суд, видя, что человек защищается, что человек не сдаётся, как любые нормальные люди ощущают судьи, некоторые опасения это означают, что человек пойдёт дальше, он будет жаловаться, он будет обжаловать, он будет спорить, он будет доказывать свою невиновность. Соответственно, в этой части как раз, если бы белых признал себя сразу огульно виновным во всём, я думаю, что срок бы он точно получил больше. Хотя бы за счёт того же эпизода с Лорицким и Щерчковым, которые удалось в настоящий момент отбить. Если бы белых признал себя виновным сразу, то тогда как раз он бы был признан виновным в вымогательстве взятки. А сейчас суд установил, что имело место быть получение взятки за некое заранее необещанное действие, за общее покровительство и попустительство по службе. Это на самом деле очень размытые понятия, недоработка федерального законодателя, которое введено было в практику отдельным пленумом 2013 года Верховного суда. Но, к сожалению, вот сейчас до сих пор действует. Ещё один звонок. Слушайте, вы в эфире. Добрый день. Алло? Да, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Справедливое наказание? Я как бы немножко по-другому скажу. Я не знаю, виноват он или не виноват. Но если бы сейчас были выборы губернатора, я пошла бы голосовать за его. Потому что при нём наш город изменился кардинально в лучшую сторону. Мы вас поняли. Спасибо, Наталья. Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы будем вас подключать в промежутках между нашей беседой. Да, ещё надо сказать о том, что у нас накануне была предварительная договорённость с супругой Никитарей. Да, с Екатериной Белых. Но сейчас телефон то отключен, то занят. Мы понимаем психологическое состояние Екатерины. Она вчера давала очень много комментариев и ночью писала комментарии в том числе. Да, я думаю, что и сейчас тоже одолевают друзья наши журналисты. В том числе, откликнувшись на пост Даши Орловой, которая писала в своё время материал «Один день с губернатором». Свойкировский. Свойкировский. Требуется в вашей поддержке, в письмах. Собственно, там такой промежуточным звеном. Да, как раз хотелось узнать о её намерях, в дальнейшем вести в том числе и соцсети. И мы знаем, что очень многие кировчане писали и письма поддержки Никите Юрьевичу. И те, в том числе, которые выражали скепсис и откровенно критиковали Никиту Юрьевича во время его работы. И вот что дальше будет с такой работой, хотелось бы всё-таки у неё узнать. Ну, а наши очень многие коллеги и просто знакомые бывали на судах у Никиты Юрьевича. И мы постараемся постоянно этот отклик вам представлять здесь, в нашей студии. А вот, Ян Евгеньевич, мы с вами начинали говорить о том, что вот сейчас будет у Никиты Юрьевича изменены условия содержания. Что его ждёт? Ну, в настоящий момент приговор, конечно, не вступил ещё в законную силу. Но, безусловно, администрация следственного изолятора может изменить место его содержания, отделив его от следственных заключённых, переведя уже в категорию осуждённых. Немножко обычно камеры похуже предоставляются, но никаких пока поражений в правах у Никиты Юрьевича не наступит. Опять же, повторюсь, приговор не вступил в законную силу. Он может неограниченно получать передачи от супруги, он может видеться со своим адвокатом без ограничения, он может писать письма. То есть, до тех пор, пока не прошла апелляция, приговор не вступил в законную силу, он не виновен, пока ещё считается. То есть, пока ещё эти апелляционные процессы идут? Да, да, да. А примерно сколько это у вас продлится, Ян Евгеньевич? Он всё будет находиться в СИЗО? Да. Несколько месяцев? Он будет находиться в СИЗО, да, несколько месяцев. Здесь всё зависит от тех действий, которые стороны будут предпринимать. Если, например, сторона защиты будет знакомиться с протоколом судебного заседания, напишет сначала краткую апелляционную жалобу, потом её будет дополнять. Но это может продлиться до двух, трёх, четырёх месяцев запросто. И потом ещё в течение месяца суд как бы должен будет рассмотреть уже, да? Да, после этого назначается судебное заседание. Я думаю, что, исходя из объёма дела, несколько томов, почти сто, по-моему, если не больше даже, это будет не одно судебное заседание. И к тому же, вероятнее всего, будет две апелляции, то есть со стороны прокуратуры и со стороны... Ну, это как раз рассматривается всё в едином заседании, да, вместе. То есть, несколько апелляционных жалоб объединяются, рассматриваются сразу. И вот когда суд апелляционной инстанции состоится, всё, приговор вступает в законную силу, либо в том виде, в каком его вынес Пресненский суд, либо в том виде, в который его приведёт уже Мосгорсуд. Вот тогда встанет вопрос о направлении Никиты Юрьевича для отбывания назначенного наказания непосредственно в исправительную колонию. С учётом того, что это строгий режим, на территории Московской области колонии для мужчин строгого режима нет. Соответственно, это будет либо Тверская, либо Владимирская, ну, либо любая колония на территории Российской Федерации. К сожалению, в настоящий момент, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, ВСИН может этапировать жителя Кировской области в любую точку страны для отбывания наказания. Точно так же при встрече... Точно так же он может и в Кировской области оказаться? Может оказаться и в Кировской области, может оказаться и на Дальнем Востоке, и где угодно. Специальных исправительных учреждений для такого континента не предусмотрено. Ну, к сожалению... Пока ещё небольшой опыт, да, видимо, не так много их. Не, ну здесь велика вероятность, что Никита Юрьевич будет в итоге отправлен в одну из исправительных колоний, если, конечно, приговор вступит в законную силу и сохранится назначенное наказание в виде лишения свободы, в одной из исправительных заведений, где содержатся всё-таки бывшие сотрудники правоохранительных органов, судов. Ну, занимавшие какие-то посты. Да, 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 с целью обеспечения его личной безопасности исключительно. А вот адвокат Грохотов сейчас поблагодарил суд за то, что по медицинской части шли навстречу, а на мой личный взгляд, там, ну, всё-то не было сделано. Ну, что значит, вот вчера приговор выносился 9 с лишним часов, и больной белых находился всё это время? Ну, к сожалению, а может быть, к счастью, у нас суд не делает различия в введении процесса ни перед кем. Никите Юрьевичу представили возможность выслушивать приговор, сидя, исходя именно из состояния его здоровья. Я это слышал сам и читал в репортажах на «Медузе». Говорить о том, что не всё сделано, ну, если сам Никита Юрьевич, если сторона его защиты не предъявляет суду никаких претензий в этой части, можем ли ты такие претензии предъявлять с вами мы? Мы там не были. А состояние здоровья Никиты Юрьевича – это его здоровье, он сам его оценивает. На мой взгляд, как раз здесь можно предъявлять претензии суду в части обоснованности избрания меры пресечения для человека, имеющего ряд хронических заболеваний. Но, насколько знаю дело я, сторона защиты в настоящий момент, опять же, пройдя этапы оспариваний, к этому вопросу не возвращается. Может быть, это будет предметом для как раз жалобы в Европейский суд по правам человека. Ну, я понимаю, что Валди имеет в виду. Я тоже до начала нашего эфира Яна Евгеньевича пытала по этому вопросу, потому что, согласно законодательству, всё было произведено, ничего не нарушали. Но вот само законодательство, что подразумевает, да, само отношение к людям, которые находятся в предсудебном процессе и после, как они содержатся, где они живут, вот это очень большой вопрос. Ну, а вопрос уже отдельных эфиров и не одного, и законодателей тоже. Вот у нас время прерваться. Давай напомним, Володь, что мы принимаем звонки 211-101. 211-101. Считаете ли вы решение справедливым или несправедливым? Можете поделиться собственным опытом общения с Никитой Юрьевичем, если он у вас был. Продолжаем нашу беседу. Ян Чеботарёв, юрист и наш главный редактор Светан Зайнко, он в нашей студии Николай Голиков. И Владимир Смитрович. Да, мы будем говорить о приговоре экс-губернатора Кировской области Никите Белых. Эпизод 2012 года, ещё раз повторим, суд не счёл доказанным, да, Ян Евгеньевич? Оправдал Никита Юрьевича по предъявленному обвинению в части взятки, которую якобы он получил от владельца НЛК Ларицкого через Черчкова. Эта тема как-то может дальше раскручиваться? Да, безусловно, безусловно. Каким образом? Ну, материалами дела в настоящий момент зафиксирована позиция и господина Щерчкова, и господина Ларицкого о том, что действительно один передавал другому, то есть Ларицкий и Щерчкову, весьма крупную денежную сумму. Зафиксировано, что со слов господина Щерчкова эти деньги предназначались якобы для Никиты Юрьевича. Из приговора, который, я думаю, мы увидим в течение пяти-шести дней, будет следовать о том, что суд счёл недоказанным факт передачи этих денег непосредственно господину Белых. Это может являться основанием для возбуждения дела в отношении господина Щерчкова дела по мошенничеству, если последует соответствующее заявление со стороны Ларицкого. Ну, мошенничество всё-таки... Что уже он сказал, Ларицкий? Ларицкий пока... Он должен удивиться сказать, так, ребята, если отдавал деньги, и Никитина их не брал, то где мои деньги? Да. То есть он удивится, тогда дело может быть возбуждено. А какой там сумме это шла речь? 200 тысяч. 200 тысяч евро. Не рублей, да. Европейских рублей. У нас есть телефонный звонок, отслушайте. Добрый день, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, Надежда. Да, ваше мнение по свершившемуся... Вот это дело не до конца продумано теми, кто его состряпал. Вот, смотрите, Щерчков жил вместе с ним там на даче, а почему-то взятку не мог передать там по месту проживания, а заносил в кабине, чтобы по работе ему занесли. Как-то странно. То есть те, кто это дело стряпал, вот этот нюанс не продуман. Они оплопотились. Это совет правоохранителям. Тщательнее относиться. Надежда, ясно. Спасибо. Спасибо. Да, и напоминаю, что есть голосование на сайте Кирова и на нашей странице ВКонтакте. Вина белых доказана, судом ли не доказана. По-прежнему больше голосуют за то, что не доказана она. По поводу штрафа. 48,5 миллионов рублей. Сумма приличная, конечно. Вот человек помещается... Ну, там, по-моему, по статье это 70-кратный размер взятки. До. До 70-кратного. То есть минимального размера наказания не существует. Мы уже говорили о том, что суд... То есть я имею в виду то, что это не максимальный штраф, который может быть... А без штрафа вообще не могло обойтись? Могло. Суд волен был принять любое решение. Он мог назначить штраф в виде одной копейки или одного рубля, либо вообще избежать назначения такого наказания. Просто вопрос, он должен был это обосновать. Не более того. Но, на мой взгляд, как раз та позиция, которую заняла сторона защиты, достаточно агрессивно доказывая собственную независимость и невиновность, ну и привела к тому, что суд не самые строгие виды наказания использовал и не самые большие сроки, не самые большие суммы присудил. Хотя, конечно, ближе к срокам условно-досрочного освобождения Никите Юрьевичу придется поискать возможности как-то вот этот назначенный штраф погасить либо полностью, либо частично. Мы все помним дело госпожи Васильевой, когда она вышла на УДУ именно благодаря тому, что погасила все присужденные ей суммы. — А там, Ян Евгеньевич, сами понимаете, что при выходе на условно-досрочное освобождение Атамич учитывается, как себя, собственно, вел клиент. — Да, безусловно, безусловно. — А спустя какой, кстати, промежуток времени на УДУ надо претендовать? — Две трети от назначенного срока наказания, это примерно в деле Никиты Юрьевича, примерно конец 2011 года, я думаю. — Возмущение штрафа как-то... — Возмущение штрафа, если он это сделает, или его друзья сделают, как-то повлияет на возможность... — Безусловно, безусловно, безусловно. Это будет учитываться судом как один из признаков того, что человек встал на путь исправления твердо. — Если он исполняет присужденный судом штраф, ну это означает, что он таким образом пытается как-то загладить свое поведение и справиться. — Напомните нам, пожалуйста, срок в СИЗО, который человек проводит, он как считается? — Один к одному, один к одному. Обсуждалось действительно некоторое время назад, вносились даже законопроекты о том, что содержание человека в условиях следственного изолятора, оно налагает на него больше ограничений, чем даже лишение свободы в условиях исправительной колонии. — Предлагалось засчитывать один к полутора, один к двум, но, к сожалению, эта инициатива осталась... — Это, по-моему, уже инициатива лет 15 меньше, да? — Нет, это относительно недавняя инициатива, но не прошел законопроект, даже первое чтение было отправлено на доработку, ну и погряз в недрах нашей государственной дороги. — Год и 7 месяцев, они минутоваться будут. — Да, с 24 июня 2016 года, то есть с момента задержания белых, исчезляется срок. — А, 5 минут ровно. — То есть у нас есть еще 2 минуты, чтобы поговорить и включить последний срок. — А государство как-то проверяет, откуда эти деньги, если штрафы гасятся, что они не украдены, их наличкой можно принести или вот показать... — Счет какой-то есть, смотрите, вот эти 50 миллионов лежат, забирайте, пожалуйста. — Значит, исполнение наказания в виде штрафа возлагается на службу судебных приставов, да, точно так же исполнение может быть возложено и на администрацию места лишения свободы. У осужденного имеется всегда возможность либо обратиться в службу судебных приставов, погасить данный штраф, либо внести данные денежные средства на свой лицевой счет в, например, исправительной колонии, откуда также произойдет списание этих денег. Откуда эти деньги в итоге возьмутся? От родственников, от друзей, от знакомых, с миру по нитке будут собраны. Наше государство, к сожалению, не интересует, а может быть, к счастью. — Просрочка предоставляется, простите. — Никита Юрьевич может выплачивать данные денежные средства очень долго, ну, как минимум, в течение 8 лет, которые ему отмерены судом. — То есть он должен выплатить весь штраф до завершения срока и выхода? — Нет, нет, нет. — Ну, это может тянуться и дальше, и дальше. — Может быть, дальше тянуться. Люди на пенсию выходят, продолжают. — Ну, давайте мы скажем, что все-таки Екатерина Рейфер отвечает, вот эти вопросы, в том числе и по поводу сбора денежных средств, да, белых, Екатерина, простите, и по поводу денежных средств, которые будут собираться или не будут собираться, они уже собраны, будут предоставлены, возможно, и по поводу того, будет ли она продолжать свою деятельность в соцсетях, и как она будет общаться с людьми, которые выражают поддержку Никите Юрьевичу, мы постараемся связаться в течение дня или последующих дней и сообщим вам уже в новостях, а сейчас, наверное, время послушать. — Да, последнее слово, экс-губернатор Хирской области Никите Белых, короткая версия, пять минут она будет длиться, и, соответственно, после того, как мы послушаем, видим, уже будем завершать программу «Дневной разворот». Спасибо. Будем возвращаться к этой теме, не прощаемся с ней. — Нас интересует, что, я думаю, должен Никита Юрьевич сидеть в тюрьме, я скажу, не должен. Почему? — задается вопрос. Никита Белых — это добрый и некриминальный человек. Если вы таких садить будете, у вас в тюрьме не хватит. И вот эти показания человека, который написал заявление и который в показаниях обвиняет меня в совершении особо тяжкого преступления, считается обвинением, в том числе последовательным и непротиворечащими друг другу. Сами формулировки вопросов наследствий, которые изначально исходили из презумпции виновности, и крайне однобокового понимания вопросов в целом. Классический пример, таких примеров у нас было много в суде, когда показания представителей Департамента экономического развития, наследствии формулируется вопрос, действовал ли губернатор в интересах предприятий, в суде подтверждает, что он действовал в интересах предприятий и в интересах области. Потому что наследствию его не спрашивали, действовал ли губернатор в интересах области. Ссылка на какие-то внутренние субъективные ограничения, предположение, что они стали давать показания на основании того, что у нас какие-то особые, теплые товарищеские отношения, просто невозможно. Как я уже говорил, некоторых из этих свидетелей я лично даже не знаю по работе, мы с ними никогда не пересекались. Предполагать, как это сделала во время судебного следствия прокуратура, что, возможно, они мстят за то, что их выгнали из правительства, тоже сложно. Некоторых не выгоняли, а наоборот, они даже пошли на повышение. Что касается моей работы на протяжении 7,5 лет в качестве губернатора Хировской области, должен сказать, что мне абсолютно не стыдно за свою работу. Это не означает, что все было сделано или делалось идеально. Естественно, что-то не получалось, были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал. Работал по 12-14 часов в сутки. Вы видели мои графики не только по тем датам, которые мы с вами обсуждали, но и другие периоды. Мы их исследовали. Более 200 дней неиспользованного отпуска. Да и все показания свидетелей в этом вопросе точно единодушны. И все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных, корыстных целей. Вообще, для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Хировской области. У меня есть опыт предпринимательской деятельности, достаточно успешный, чтобы не нуждаться и удовлетворять свои личные запросы и потребности, которые достаточно скромны. Моей целью было показать, что власть может быть другой, нежели ее воспринимает значительная часть населения. Что власть может быть открытой, демократичной, направленной на решение конкретных задач населения, общественных институтов и бизнеса. Именно поэтому я старался вести деятельность, принимать решения, максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений, с учетом всех мнений и позиций. Любой человек, и это не фигура речи, мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами на улице, в магазине, в социальных сетях, где угодно. Конечно, это не значит, что все проблемы могли бы решены. Существует огромное количество ограничений бюджетных, нормативных и прочих. Но, как и главный герой романа Кенкизи, я могу с уверенностью и с главным удовлетворением сказать, я хотя бы попробовал это сделать, черт побери. Наверное, кому-то это не нравилось. Кому-то интересно поддерживать миф о том, что все чиновники, мсдоимцы, и думают исключительно о том, как поживиться за счет других. Поверьте, эти мифы из той же серии, что все правоохранительные и надзорные ведомства крышуют только преступность, суды принимают решения по звонку сверху. Все эти мнения, я думаю, вы прекрасно знаете и видите по социологическим и иным опросам. Потому что, по моему глубокому убеждению, развитие государства возможно только при наличии взаимного доверия, уважения и совместной работы населения, гражданских институтов, предпринимательского сообщества и власти. Я действительно много не додал близким людям, моей семье, и это моя ошибка. Так получилось. Так расставил приоритеты еще в молодом возрасте. Сначала работа, а потом все остальное. А поскольку работа занимала все время, то в этих графиках и режимах, увы, не хватало места для тех, кто в этом нуждался больше всего. И чтобы дальше не произошло, я должен эту ситуацию исправить. Для всего этого надо, конечно, здоровье, которое в последнее время сильно поистрепалось. За последние месяцы в меня вкололи столько капельниц и уколов, и впихнули столько таблеток, сколько не было за всю мою прошедшую жизнь. А мне уже 42 года. При этом я понимаю, что то, что происходит сейчас, это купирование проблем, а неполноценное лечение. Тем не менее, я еще раз хочу поблагодарить вас, ваша честь, за то, что в работе по организации судебного процесса вы шли мне на встречу, помогали в наиболее сложных ситуациях, связанных с моими болячками. В противном случае, думаю, последствия могли быть гораздо более печальными. Я прошу извинить меня тех, кто ждал сегодня политических заявлений. Я не хочу этого делать. Я хочу одного, чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. О чем заключение своей речи, и прошу, уважаемый суд, ваша честь, прошу вынести справедливое решение по моему делу и полностью меня оправдать. Спасибо. Спасибо большое.